Я родился и вырос в балдинских погодах, Подлик серых цинковых пол, Всегда набегавших подлик, И отсюда все ритмы, Отсюда тот плёхлый голос. Поэта Иосифа Бродского осудили за тунеядство, поскольку он не имел официального статуса литератора. И отправили в ссылку. Вызволенный оттуда заступничеством влиятельных деятелей культуры, он вернулся в родной Ленинград и стал для КГБ ещё большей проблемой. Отвергнутые Лены с датом, стихи ходят в сам из дате. Один сборник вышел в Лондоне, другой в Нью-Йорке, поэт даже избран в Баварскую Академию Искусств. Репутация гонимый здесь. Признаваемый там, власти раздражают, и Бродского принуждают эмигрировать. Еврейское происхождение – достаточный повод для отправки в Вену. А дальше как угодно. Главное, что нет его на брегах Невы. С июня 72-го года Бродский в Америке, а в июне 74-го в Москве умирает маршал Жуков. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Ну да, не доносит. Он сам за них сыграет. Бродский в Нью-Йорке жил на этой Мортон-стрит, дом 44. Часть речи. Первый американский сборник стихов. «На смерть Жукова» – это перекличка со стихотворением Державина на смерть Суворова. И ключевые державинские слова про русские победы и награду за них «Скип, трыдовая, зваться рабом!» У Бродского зовется знаменитым «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою». У Державина начало «Что ты заводишь песню военную в флейте, подобно милый снегирь?» У Бродского последняя строфа «Маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохоря. Все же прими их, жалкая лепта, Родину спасшему вслух говоря, Бей барабан и военная флейта, Громко свисти на манер снегиря». Это вот так унести в себе сюда два века русской поэзии и чувствовать свое место в их череде. У Суворова Державин, у Жукова Бродский. И ничего подобного Жукову никто в Советском Союзе не написал. А в Союзе писателей и подавно. В 70-х Бродский едва доносился до родины там и с датом, но его пятая в русской литературе Нобелевская премия придется уже на перестройку. И в 90-х, изданный в России полностью, он станет третьим великим русским поэтом еврейского происхождения. Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Иосиф Бродский. Каждый был гоним, сообразно своему времени, именно за стремление оставаться русским поэтом. Вопреки требованию быть советским.